Геннадий Михасевич, советский серийный убийца, орудовавший в 1971-1985 годах, получил прозвище Витебский душитель и Витебский монстр. Геннадий Мадестович Михасевич родился 7 апреля 1947 года в деревне Ист, ныне относящийся к Мерскому району Витебской области. В детстве был замкнутым и малоразговорчивым парнем, за что часто подвергался наспешкам со стороны девушек, из-за этого Михасевич приобрел сексуальный комплекс. Кроме того, его отец страдал алкогольной зависимостью, и юный Геннадий почти ежедневно наблюдал за тем, как его отец устраивал его матери скандалы, которые нередко заканчивались рукоприкладством со стороны отца. Об этих случаях знали друзья Михасевича и постоянно издевались над ним. После школы Михасевич был призван в вооруженные силы СССР и служил на флоте, но по причине гепатита был вскоре комиссован, после чего вернулся в Белоруссию. Первое убийство Михасевич совершил в ночь на 14 мая 1971 года около деревни Экимань, Полоцкого района. По его словам, в то время он был удручен расставанием со своей девушкой и искал укромное место, чтобы повеситься. Случайно встретив Людмилу Андералову, 19-летнюю местную жительницу, он изменил свои намерения. «Зачем мне давиться из-за бабы? Лучше я сам какую-нибудь удавлю». Михасевич напал на Людмилу, изнасиловал ее и затошел руками. Тело Людмилы было обнаружено 16 мая. Изначально следователи предположили, что она стала жертвой ограбления, однако инспектор уголовного розыска УВД Витебского облсполкома Борис Лопаревич выдвинул версию о появлении в Витебской области сексуального маньяка. Преступление оставалось нераскрытым более месяца, и облсполком был отозван от его расследования. Впоследствии в убийстве Людмилу был признан виновным некто Глушаков. Он был приговорен к 15 годам лишения свободы. Следователь по особо важным делам, прокуратуре Белорусской ССР Михаил Живнирович сказал Лопаревичу, «Вот так надо работать, надо уметь раскрывать преступление». Вечером 29 октября 1971 года на окраине Витебска Михаил Живнич напал на очередную девушку и попытался задушить ее бельевой веревкой. Жертва начала вырываться, кричать и прокусила нападавшему руку. В этот момент ее услышали школьники, которые с фонариком пошли на крик. Михаил Живнич понял это и решил не рисковать, скрылся с места преступления и бросил оружие. Девушка осталась жива, а вроде следствия попала улика – веревка с кровью первой группы. Однако в этот же день около поселка Руба он изнасиловал и убил другую девушку, труп которой был найден следующим утром. Эпизод покушения на убийство девушки на окраине Витебска вообще не рассматривался следователями, а найденную на месте преступления удавку выбросили. Версия о том, что нападение совершил тот же преступник, который убил Людмилу Андоралову, осужден за убийство Андораловой и был невиновный, была невыгодна следствию. Третье и четвертое убийства Михасяевич совершил 15 апреля и 30 июля 1972 года в районе железнодорожной станции Лучоса на окраине Витебска. Пятое в апреле 1973 года. В 1975-м Михасяевич убил еще двух женщин в Полоцком районе. Свидетельница убийства, совершенного 30 июля, показала, что видела недалеко от места преступления трех молодых людей с овчаркой. Вскоре в пригороде Витебска были арестованы три человека – Валерий Ковалев, Николай Янченко и Владимир Пашкевич, гулявшие с щенком по роду овчарка. Единственной уликой была фотография этого щенка. При очной ставке между Ковалевом Янченко и Пашкевичем, который проводил Михаил Живнирович, они путались в показаниях. При этом Живнирович угрожал им смертной казни, если они не будут сознаваться в убийстве. Под давлением следствия Ковалев и Янченко дали признательные показания, а Пашкевич сопротивлялся до последнего. Все трое были признаны виновными в убийстве. Ковалев был приговорен к 15 годам лишения свободы, Пашкевич к 12, Янченко к 2,5. Внешне Геннадий ушел обычной жизнью. В июне 1973-го он окончил городокский технику механизации сельского хозяйства, вернулся в деревню Ист и начал работать с лесарем-автомехаником в Десненском совхозе. 28 апреля 1976 года он перешел на работу мастера-наладчика ремонтных мастерских в племсовхозе Двина Полоцкого района. В мае того же года он женился на продавщице и переехал в деревню Салоники. После этого Михаил Живнирович с 1976 по 1978 убил четырех женщин на участке между Полоцком и Новополоцком. Трех из четырех жертв убийцы изнасиловал. В 1979-1980 годах Михаил Живнирович убил по одной женщине. Второе из этих убийств он совершил на том же участке между Полоцком и Новополоцком, где до этого совершил четыре убийства. В 1981 он приобрел легковой автомобиль «Запорожец» модель ZAS 968M красного цвета, а также получил доступ к совхозному автомобилю техпомощь. С этого года маньяк избрал для совершения убийств новую тактику. В различных районах Витебской области он начал заманивать в свою машину девушек и женщин, которые стояли возле дороги и просили, чтобы их подвезли. В 1981 году Михаил Живнирович убил трех женщин, за лето 1982-го пятерых, в 1983-м еще одну, ставшую 22-й жертвой. В 1984-м Михаил Живнирович убил 12 женщин. Большинство преступлений маньяк совершил на трассах между Витебском, Полоцком и Лепелем. Геннадий имел репутацию хорошего работника, примерного семьянина и активного участника общественной жизни. У него родилось двое детей, он состоял в КПСС с 78-го года, был командиром отряда народной дружины и секретарем низовой партийной организации, вел здоровый образ жизни. За преступления в общей сложности были осуждены 14 невиновных. Один из них, Николай Тереню, был приговорен к смертной казни и расстрелян. Другой, Олег Адамов, приговорен к 15-ти годам лишения свободы. Третий, Владимир Горелый, ослеп в местах лишения свободы. Сотрудники правоохранительных органов привыкали к пыткам подсудимых. Подтасовки улик, например, в квартиру Олега Адамова подбросили фотографии убитой якобы им женщины. Большая часть следователей не занималась поиском именно серийного убийцы, поскольку в советском обществе 70-х, первой половины 80-х не было принято рассказывать о наличии серийных убийц, считавшихся характерной чертой капиталистических стран. Кроме того, на органы следствия оказывалось давление со стороны начальства, заинтересованного в высоких показателях раскрываемости преступлений. Продолжившиеся убийства вызывали недовольство деятельностью правоохранительных органов и падение уровня доверия к ним со стороны населения области. Произошедшие преступления обрастали домыслами и слухами. Женщины боялись выходить на работу во вторую и третью смену. Улицы многих населенных пунктов области с наступлением темноты пустили. В сложившейся обстановке раскрытия убийства женщин в Витебской области взяли на контроль в ЦК КПСС. В область командировали более 100 сотрудников всех правоохранительных структур БССР и других республик СССР, в том числе из Генпрокуратуры и КГБ. Министр внутренних дел БССР Виктор Пискарев принял решение об укреплении кадрами УВД Витебского облсполкома, начальником которого в январе 1985 года был назначен Мячеслав Гриб, который возглавил расследование убийств женщин в области. Следователь по особо важным делам прокуратуры БССР Николай Игнатович, изучив дела об убийствах женщин в области, предположил, что все преступления совершает один человек и добился объединения всех дел в одно. Во время следствия была высказана версия, что преступник ездит на автомобиле, которая была подтверждена показаниями свидетелей, которые видели, как будущие жертвы маньяка садились в Красный Запорожец или машину техпомощь. В области начались проверки автомобилей данных марки и типа их водителей. В этих проверках как народный дружинник принимал участие и сам Михасевич. В течение 1984-1985 годов попутно в Витебской области было раскрыто 221 преступление, в том числе 27 убийств, 17 фактов умышленного причинения тяжких телесных повреждений, 14 грабежей и разбоев, 93 кражи, арестовано 479 преступников, найдено 186 пропавших без вести и заято 7 единиц незарегистрированного огнестрельного оружия. Желая направить следствие по ложному пути, Михасевич 16 августа 1985 года анонимно прислал исполняющему обязанности главного редактора газеты «Витебский рабочий» романовскому письмо от имени мифической антисоветской организации «Патриоты Витебска». Письмо сразу же было передано в областное управление КГБ, а первоначально на серьезного назначения ему не передали. Однако осенью 1985-го Михасевич убил двух женщин, 5 сентября около деревни Гамзилева Полоцкого района, 27 октября около деревни Павловича Витебского района. Изнасиловал из души жертву ее же головным полотком. В род своей последней жертвы маньяк сунул записку со словами «За измену смерть», «Смерть коммунистам» и их прихвастинам, «Патриоты Витебска». Графологическая экспертиза показала, что письмо в редакцию газеты «Витебский рабочий» и записку, найденную на месте последнего убийства, написал один и тот же человек. Началась проверка почти всего взрослого населения области. Эксперты-графологи из КГБ проверили 556 тысяч почерков. 25 ноября, проверяя водителей красных запорожцев, участковый инспектор Полоцкого РОД Балерий Беретенников взял письменное объяснение у Михасевича. В результате следствия удалось вычислить маньяка по почерку. 8 декабря было решено задержать Михасевича, однако привыкшие вечером к нему дома и оперативники не обнаружили его на месте. 9 декабря у него на работе, они узнали, что тот взял отпуск и собрался улетать на отдых с семьей. Вечером того же дня маньяк был арестован в доме своего Шурина в деревне Горяна Полоцкого района. При нем были упакованы вещи для всей семьи, а также 4 билета на самолет до Одессы. При обыске в доме Михасевича обнаружили некоторые вещи убитых им женщин. С 11 декабря преступник начал давать показания. В ходе допросов и следственных экспериментов он подробно рассказал об обстоятельствах каждого преступления, указал места, где совершил их, спрятал трупы и вещи жертв. Кроме уже известных жертв, в указанных им местах нашли останки пятерых женщин, которые в 81-84 годах числились пропавшими без вести. Всего маньяк признался в 43 убийствах. По словам следователей, допрашивавших маньяка, Михасевич не раскаивался в содеянном. Преступник явно льстил внимание к его персоне. Он со страстью рассказывал о себе подробности своих преступлений, часто смеялся и отпускал шутки в адрес своих жертв и сотрудников правоохранительных органов. Во время одного из следственных экспериментов на вопрос следователя, вступал ли он в половой контакт с жертвой, Михасевич со смехом ответил, что не помнит, так как ему удушить ее было намного интереснее. На одном из допросов убийца признался, что дважды чуть не задушил собственную жену. Первый раз во время интимной близости, второй раз во время ссоры. Однако сумел совладать с собой, умывшись холодной водой из крана. По словам преступника, жена его интересовала мало, и он практически не общался с ней в повседневной жизни, разве что помогал по хозяйству. О мотивах, толкавших его на преступление, он ответил так. Время от времени, когда я оставался сам собой, на меня находило какое-то состояние, которое меня побуждало выискивать женщину с тем, чтобы сначала пообщаться с ней, прикоснуться к ее телу, попытаться совершить с ней половой акт. Когда же я входил в контакт с женщиной, мною овладевало какое-то умопомрачение, в котором я женщин давил и убивал. Я считал, что женщину нужно непременно задавить, и в таких случаях ничего не мог с собой поделать. После убийства у меня наступило облегчение, а то, что совершил, я не сожалел. Следствие велось более года, было допрошено 227 свидетелей, приобщено 60 видов вещественных доказательств, собранные следственным материалом вместились в 173 тома уголовного дела. Удалось доказать причастность Михасевича к 36 убийствам и одному покушению на убийство. В заключении психиатрической экспертизы, проведенной в дни общей и судебной психиатрии имени Сербского, говорилось, Михасевич психическим заболеванием не страдает, у него являются психопатические черты характера и склонность к сексуальным перверсиям. Эти особенности личности сопровождаются наличием половых извращений в виде проявления садизма, не сопровождаются нарушениями мышления, памяти, эмоциональности и критики. В период, относящийся к конкриминируемым ему деяниям, У Михасевича признаков какого-либо болезненного расстройства психической деятельности не наблюдалось. Он мог отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими. Его следует считать вменяемым. Суд над Геннадием проходил в Минске с 14 апреля по 19 мая 1987 года. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда СССР под председательством судей Федора Савкина приговорила его к смертной казни. В последнем слове на суде Михасевич в совершении убийств не раскаялся. Прошение о помиловании подавать отказался. Отправленное в Верховный суд БССР письмо матери маньяка с просьбой о его помиловании было оставлено без удовлетворения. Приговор был проведен в исполнение 25 сентября 1987 года, по другим данным 19 января или 13 февраля 1988 года в Пищаловском замке. На момент смерти Михасевичу было 40 лет. За преступление Михасевича до его ареста были осуждены 14 человек. Один из них, Николай Терене, был казнен. Другой, Владимир Горелый, осужденный на 12 лет лишения свободы, осидел 6 лет и ослеп, после чего был освобожден как непредставляющая опасность, а четверо провели в местах лишения свободы более 10 лет. Основная ответственность была возложена на следователя по особо важным делам прокуратуры БССР Михаила Кузьмича Жавнировича, ведущего большую часть дел невинно осужденных. Кроме него, к ответственности после поимки маньяка были привлечены еще около 200 сотрудников Министерства внутренних дел БССР. Один следователь, узнав о предъявленных ему обвинениях, покончил с собой. Реальную ответственность понес только зональный прокурор транспортной прокуратуры БССР Валерий Сорока, приговоренный к 4 годам лишения свободы. Еще несколько сотрудников правоохранительных органов получили условные сроки лишения свободы от 2 до 2,5 лет. Остальные отделывались только выговорами, понижениями в званиях и должностях, увольнениями из правоохранительных органов, исключением из КПСС. Сам главный фигурант уголовного дела злоупотребления должностными полномочиями Жавнирович фактически никакой ответственности не понес. В ноябре 87-го в связи с амнистией по случаю 70-летия Октябрьской революции уголовное дело в отношении Жавнировича было прекращено, а он сам отправлен на пенсию с сохранением всех званий и наград. Вскоре после отправки на пенсию Жавнирович умер.